Каждый день мы рассказываем о том, как лучше подготовиться к дате, когда Латвия официально перейдет на единую европейскую валюту. Переход на евро не повод, чтобы вам снижали зарплату, предупреждает мой коллега Андрей Дмитриев. Добрый вечер. Сегодня поговорим о зарплатах, о том, как работникам не допустить ситуации обмана со стороны работодателя с приходом европейской валюты. Так что, внимание. Для начала нужно понять, что с 1 января зарплату в Латвии будут выплачивать в евро, а не в латах. Правило номер один. Договоры, где сумма отображается в латах, перезаключать не нужно. А все упомянутые в договорах латы со дня ведения евро считаются в евро. Слово эксперту. Работник не будет терять ни один цент, потому что работодатель, переведя в евро, должен соблюдать тот коэффициент, который указан в законе и будет выплачиваться в следующем евро. Рассмотрим следующий пример. Допустим, если в договоре фигурирует сумма 500 латов, то эту заработную плату после введения евро необходимо пересчитать в евро по установленному курсу и в соответствии со всеми математическими принципами. То есть 500 латов мы делим на официально установленный курс и после округления до целых получаем 711 евро и 40 евроцентов. Запомните, что с перерасчетом заработной платы из латов в евро ваша зарплата не может уменьшиться. И даже в том случае, если это делается для более удобных расчетов путем округления суммы. И опять обратимся к эксперту. Если округляется и работник теряет хоть один цент, значит работодатель уже действовал неправоенномерно и нарушил закон о введении евро. И соответственно, это такая не может вступить в силу. В таком случае работник может обращаться в трудовую инспекцию с заявлением и информировать о том, что без его соглашения работодатель установил меньшую зарплату, чем она была до введения евро. И помните, переход на евро не может быть основанием того, что работодатель уменьшает зарплату. Будьте внимательны и будьте готовы к евро. До завтра.